Одна из самых известных международных авиакомпаний – вьетнамские авиалинии. Идеальный уровень сервиса, продуманные тарифы и забота о клиентах – это основное отличие компании, которая старается завоевать безупречную репутацию у своей целевой аудитории. Государственная авиакомпания Вьетнама является таковой с августа 1989 года. В 1993 году на ее основе была создана организация Vietnam Airlines Corporation, так как были присоединены сервисные предприятия. Штаб-квартира располагается в округе Лангбьон столицы. С июня 2010 года авиакомпания является членом альянса SkyTem, после чего успешно выполняет рейсы. При этом с осени 2002 года компания представила новый символ – золотой лотос, и сумела успешно обновить корпоративный стиль, благодаря чему начала активно повышать качество обслуживания, расширять маршрутную сеть, обновлять воздушный флот. За 15 лет стремительного развития организации ежегодные темпы составляли около 10%, что свидетельствует об успехе. К тому же в 2006 году был получен сертификат IOSA для подтверждения действующих стандартов безопасности. Данные об авиакомпании, Коте Ата, Виен, Коте Ка, HVN, Vietnam Airlines официальный сайт-телефон, Актуальные данные для России Адрес официального представительства – 119 270, Москва, улица 3 Фрунзенская, дом 1, телефон представительства, плюс 7, 495, 589, 2450, электронный адрес Такие данные о вьетнамских airlines обязательны для учета теми, кто регулярно путешествует. Регистрация на рейсы продумана до мельчайших нюансов, поэтому нужные вопросы решаются быстро. Авиакомпания «Самарские авиалинии» и официальный сайт «Посадочный талон онлайн» удается получить после успешного завершения регистрационного процесса. Пассажиры такие талоны могут получить на электронную почту или мобильное устройство, после чего самостоятельно рассчитать. Сотрудники на стойке регистрации проверят посадочный билет для постановки печати или обмена на обычный талон. Нужная стойка находится на территории аэропорта и предназначена только для тех, кто проходил регистрацию на официальном сайте вьетнамских авиалиний. Пассажиры должны обратиться на нужную стойку, по крайней мере, за 15 минут до закрытия регистрации. В противном случае будет снято забронированное место. При учете правил проведения регистрации на рейсы обязательно учитываются следующие аспекты. Время начала и конца регистрации на предстоящий рейс обязательно привязано к актуальному времени вылета. Продолжительность регистрации на каждый рейс определяется аэропортом. Обязательно проводится личный досмотр и паспортный контроль пассажиров. Пассажиры должны прибыть за один час до вылета внутреннего рейса. За два часа – международного. Обратите внимание. Регистрация и посадка проводятся в порядке живой очереди. Корейские авиалинии и официальный сайт на русском пассажиры часто пользуются стыковочными рейсами. По этой причине они могут рассчитывать на дополнительные услуги, в том числе бесплатные экскурсионные программы, трансферы такси, предоставление номера в отеле. Все услуги нужно заказывать заранее. Например, об экскурсии следует договориться за 36 часов до вылета рейса, чтобы сотрудники аэропорта успели подготовиться. Авиакомпания Азербайджанские авиалинии и официальный сайт зарегистрированный багаж не должен быть больше 32 килограммов. При этом сумма его измерений не должна превышать 203 сантиметра. В противном случае багаж обязательно оформляют в качестве груза. Масса предмета ручной клади не должна превышать 7 килограммов, сумма измерений – 115 сантиметров. Если эти параметры будут превышены, ручную кладь обязательно зарегистрируют в качестве багажа. Пассажиры эконом-класса могут зарегистрировать багаж весом 20 килограммов и один предмет ручной клади, бизнес-класса – 30 килограммов багажа и два предмета ручной клади. Дополнительные вещи обязательно оплачивают. Большинство пассажиров довольны уровнем обслуживания и предоставляемым питанием. Стюардессы предоставляют меню на русском или английском языке для выбора блюд. На многих рейсах в течение полета можно бесплатно попросить лапшу. Иногда предоставляются безалкогольные напитки и алкогольные коктейли со льдом, дольками фруктов. Перелеты возможны после того, как ребенку исполнилось два года, если он обладает хорошим здоровьем. Пассажиры дети должны быть до 12 лет, причем с двух до 12 лет можно путешествовать с услугой «Ребенок без сопровождения». Для малыша обязательно используют коляску или люльку. Для того, чтобы взять с собой детское транспортное средство, нужно своевременно решить вопрос с сотрудниками аэропорта при регистрации на рейс. При этом детям до двух лет бесплатно предлагаются люльки, но соответствующий запрос оформляют за сутки до вылета. Детское питание может быть предоставлено бесплатно. О решении соответствующего вопроса нужно побеспокоиться за сутки до вылета. Важно! Перелет запрещен для младенцев младше 7 дней, преждевременно рожденных или больных. Парк самолетов соответствует действующим стандартам и гарантирует безопасные перелеты. Возраст самолетов – до 10 лет. Модернизация авиапарка предполагает использование следующих типов самолетов – Boeing, в том числе Dreamliner, Airbus, Fokker 70, ATR 72. Авиапарк является одним из самых современных и надежных во Вьетнаме. При этом флот включает в себя 115 самолетов, но к 2020 году их количество должно превысить 170. Организация обладает двумя штаб-аэропортами и главными транзитными узлами – Таншоннет, Хошимин, Инуайбай, Ханай. В качестве дополнительного объекта используется международный аэропорт Дананг, который успешно работает в Гонконге. Тарифы зависят от услуг и уровня обслуживания. При этом компания предлагает шесть тарифов – Special Deal, Economy Standard, Economy Flex, Premium Economy Flex, Bassinus Savi, Bassinus Flex. Первые два тарифа являются самыми дешевыми. При этом в любой авиабилет включены багаж и ручная кладь. Дополнительная оплата возможна только за специальные услуги. Компания Vietnami Airlines предлагает разнообразные полеты в Россию и СНГ. Регулярные полеты в Москву доступны с конца 1990-х годов, причем прямой перелет в Ханай занимает около 10 часов. Нужно отметить, что прямой рейс во Вьетнам возможен только из Москвы, но существуют стыковые рейсы. Большинство пассажиров на рейс наблюдается в зимние месяцы, так как в это время года многие люди летят во Вьетнам. Также обслуживаются внутренние рейсы во Вьетнаме. Они доступны практически во все крупные населенные пункты страны. Исключением оказываются только районы, расположенные рядом с аэропортами Хошимина и Ханоэ. Обратите внимание, компания выполняет рейсы на острова Кандаа и Фукуок, которые относятся к Вьетнаму. Эти направления важны для развития туризма в стране. Пассажиры могут пользоваться специальной бонусной программой Lotus Miles. Бонусные мили предоставляются за каждый полет, причем их можно обменять на билеты, повышение класса обслуживания или специальные услуги в аэропорту. Такая программа действует наподобие промокодов, поэтому оказывается выгодной. Основная акция – это Anywhere Anyday. Баллы предоставляются за перелеты и бронирование отелей, после чего можно сэкономить на покупки билетов Tireways. В результате гарантируется максимально возможная выгода. Авиакомпании Вьетнама активно развиваются, поэтому путешествия с ними становятся все более насыщенными и запоминающимися. Авиакомпании Вьетнампании 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 Вьетнам